Для нас это нормально. Другой не примут заплатить, а я что пенсионер заплачу? Не начинайте без меня. 7.30 утра показывает мой телефон. Не просто так проверка встала сегодня так рано. Мы будем пытаться попасть в стоматологию номер 7. Говорят, если не встать буквально до рассвета, то здесь талончик не получить. Так это или нет? Пойдем проверим. Тут два в одном, и гардероб, и регистратура сразу. Почему так рано пришли за талончиком? Потому что не будет талонов, позже пойдешь. У нас сегодня до обеда талончики выдаваться не будут. Завтра с утра, как обычно, приходите, берете талончик. А почему сейчас не можете записать человека, раз он уже пришел к вам? Ну, ему нужно срочно, а запись у нас уже на 20-е где-то. Сегодня у нас 6-е число записываем на 20-е. Это 14 дней. По закону 14 дней это максимальный срок для оказания медицинской помощи. Смотрите, людей все больше. Ну, как, будем спасать, как всегда спасаем. Занимаем мы в 5 часов утра, стоим возле больницы, чтобы взять талончик, а талончик дают мало. В 5 утра сюда приходят? Стоим в очередь, занимаем очередь, чтобы-то вон туда заходим. А зима и холод, и что, это нормально? Мы сейчас проверим, окажут помощь этому человеку или нет. Обычно присутствие камеры как-то меняет процесс. Смотрите, какой уют в стоматологической поликлинике. Настоящая трюмо. Буквально Советский Союз. Это тоже Советский Союз. Я даже не про модели этих очень таких жестких лавочек. Я про их состояние. Все потрескалось. Вот это, конечно, уже не Советский Союз век 21-й, но страна все та же. Телевизор у нас, хоть и плазма, но вся в пленочке, никто ее не отклеивает. Ну и все это, естественно, выключено и не работает. Кассовое окошко тоже какой-то привет из 90-х. Здесь еще круче все, просто дырявое, порванное. Запах стоматологии не перепутаешь ни с чем никогда. А с вами хоть поздоровались? Да, вы видели, прошел врач, даже не здравствуй, не прощай. Вот это тоже отношение, между прочим, раз и перед носом. Доброе утро всем. Сегодня я вот так вот буду каждой двери это говорить. Главный врач придет, разговаривайте на сухой. Сегодня все врачи будут с нами разговаривать через закрытую дверь? Или что происходит, не могу понять. Почему не происходит? А теперь лежит главный врач, простите. Он запретил влечать врач смерти. Давайте, вы уже второй раз пытаетесь с нами поговорить, мы к вам подходим, а вы убегаете. Я не убегаю. Начинаете с другого конца коридора кричать. Я вам обезьяна, что ли? Нельзя мешать в очередном процессе. Все. Опять закрытая дверь. Мы тут не в цирке, а на работе в поликлинике. Звучит как издевательство в условиях этой стоматологии. Наша цель – максимум внимания каждому пациенту. Цитату приклеили. Шекспира, между прочим. Грехи других судить вы все усердно рветесь. Начните со своих и до чужих не доберетесь. Прометчиво я не взяла перчатку. Думала, медицинские организации славятся чистотой. Ну вот, посмотрите, насколько славятся. Бедный цветочек и бедный мой палец. Сейчас пойдем искать туалет, видимо. Есть раковина какого-то старого советского образца. Остатки былой роскоши. Бумажных полотенец здесь нет. Мыла здесь нет. Она не очень заметная, но она здесь есть. Это туалетная бумага. Я не могу, конечно, это назвать рулоном. Но остатки тоже есть. Справедливости ради, туалет этот чистый. Здесь нет запаха. За это плюс, за остальное минус. Сразу пошла сюда и туалетная бумага, и бумажные полотенца. Мы каждое утро вешаем. Каждое утро, всегда, каждое утро. Вот такое приспособление. И то придешь, гайки откручены, это откручено. Все, бумагу унесли. Смешно. Давно не было ремонта, что могу сказать. Требуется ремонт. Кабинеты в коридоре, везде туалетов. По оснащенности кабинетов. Кабинеты тоже достаточно старое оборудование. Давно бы пора поменять. Мы бюджетники. Вот что есть, на то мы работаем. Выглядит очень устаревшим оборудование. А вы, может быть, как врач, скажете, что оно суперновое? Хоть и устаревшее, но работает не хуже, чем импортные вот эти все. Да я вас и не хлопала. Вы о чем говорите-то? Вы меня что же, простите? Может, где-то я и резко что-то... Как говорят, в стоматологии хорошо, что все хорошо закончилось. Стоматология-то очень важна. Серьезно, да. Ну, видимо, да, у нас все хорошо закончится. С плохим ремонтом, с устаревшим оборудованием, с огромными очередями, но сегодня стоматологическая поликлиника номер 7 проверку новостей ТВК проходит. Просто потому, что здесь сотрудники, это видно, стараются сделать все, чтобы в таких условиях все-таки оказывать помощь пациентам. И даже сегодня, когда они, по сути, полдня не работают, все пациенты, которые пришли с экстренной болью, здесь приняты. Это самое главное. Поэтому проверку новостей ТВК они сегодня проходят. А я напоминаю, проверки никто не уйдет. Если у вас есть обращение в нашу рубрику, просто выкладывайте его в социальной сети с хэштегом «Проверка ТВК». И мы придем туда, где нас никто не ждет. Екатерина Кашучек, Виталий Суботин. Новости ТВК. Новости ТВК. Новости ТВК.